всем привет я думаю что вы могли видеть на моем канале видео по симуляции ткани в виде флага сегодня мы будем делать то же самое только без симуляции это у нас будет материал он будет смещать скажем сам флаг в пространстве сейчас у меня наложено материал статический мышь у нас состоит из неких плоскостей да то есть как и предыдущей части ссылочка которая будет в описании и сейчас справа сверху выскочит мы делили флаг на определенные так скажем ячеечки да то есть создавали вверх вертексную сеточку но и здесь тоже самое мы будем делать и для этого чтобы материал нормально понимал как про и проходить ему давайте откроем наш материал здесь я включил ту сайт но как естественно да для двухсторонние потому что там плоскость она с одной стороны видимо с другой не видим а давайте сюда закинем также текстуру это у нас пиратский флаг будет то есть если мы посмотрим мы уже видим что материал уже накладывается все отлично так теперь что нам необходимо естественно нам нужно какое-то время чтобы выполнять действия да это у нас тайм далее мы должны смещать его вообще по какому-то временному прижитку да то есть это скорость нажимаем буковку с и у нас появляется параметр назовем мы успит пусть скорость мы выступим выставим в районе давайте 20 а там уже будем корректировать если нам необходимо умножаем время на скорость далее мы должны добавить наше смещение наше смещение мы будем выбирать из локалу позиция если что здесь есть около позиция координате есть около позиция миск принципе без разницы какой выбрать ну давайте выберем миск теперь берем нашу локальную позицию но для этого нам еще необходимо выбирать так скажем координаты по маске компонент маска выбираем красный цвет то есть чтобы у нас маска r был и мы должны добавить на это но да это буковку а зажимаем клавиши и кликаем по экрану и у нас получается но да это далее мы должны уже по какому-то так скажем вектору данном случае это у нас синусидальная волна пусть будет и мы уже будем возле этой синусидальной волны давайте можем включить просмотр у нас вот так давайте плоскость вот время у нас не будет вот она будет вот так отрабатывать когда только я буду смещать но чтобы создавать движение по сути да нам нужно какое-то значение подавать так что мы делаем 100 в превью пока ставим мультиплей и его будем умножать либо на получается координат вектор да так это у нас давайте напишем констант вектор 3 то есть так как у нас x y z это у нас получается позиция x y z то есть константы из трех значений в данном случае у нас необходимо делать по оси y потому что z вверх x у нас вперед и грек у нас является в бок то есть чтобы флаг шевелился так скажем по ветру поставим у нас y когда давайте выставим значение 5 пока там тоже подкорректируем также можно еще сделать как мы еще можем совместить append при вектор то есть мы делаем обои ци такая штука у нас естественно будет гораздо удобнее почему потому что мы можем подавать сюда наши параметры если необходимо вдруг давайте это мы сдублируем здесь у нас y здесь у нас z подаем эти параметры сюда если что вдруг будем регулировать вот это у нас уже сложнее регулировать так как необходимо создавать динамический материал здесь уже гораздо проще давайте по y мы выставили опять да давайте здесь также выставим но и теперь нам необходимо нашу локальную позицию по сути умножить на это все так давай выше выставим ну либо можно было и здесь принципе то есть нам необходимо вот это все умножить на смещение мы делаем мультиплай умножаем это на это и подаем world position asset чтобы было смещение именно в мире применяем сохраняем так теперь переходим мир и у нас вот такая вот ерунда получается но это принципе нормально потому что нам нужно корректировать какие-то значения давайте создадим create material instance и подадим на наш флаг этот instance давайте зайдем в instance и будем корректировать вот как раз таки видите да у нас теперь уже глобальные переменные уже есть и мы их можем изменять так давайте уменьшим скорость так ну достаточно принципе и вот мы можем видеть насколько вращение так скорость еще надо уменьшать мы если им 2 отлично если минус 2 у нас меняется другую сторону если ну y уже принципе отлично артилистом 15 и вот это вот вращение если мы сверху будем смотреть как раз таки по y влияет из-за чего нам нужно делать больше вот этих вертексных и так скажем линий чтобы не видеть каких-то переломов который мы принципе здесь можно заметить но если так то все отлично давайте запустим симуляцию но естественно вот этот флаг у нас гораздо симпатичнее да то есть мы регулировать можем ветер он может и вверх и вниз данный флаг у нас только лишь по одной плоскости почему я так говорю если мы будем добавлять другую плоскость ну давайте то же самое z каких-то мизерных значениях поставим так но чуть-чуть и есть небольшие проблемы у нас начинает изгибаться а если мы еще x покрутим у нас прям совсем не корректно начинает немножко отрабатывать но это тоже можно этим баловаться если необходимо да то есть видите мы вытягиваем если будем смотреть сверху он начинает зигзагом эти так что некоторые плоскости не стоит создавать но по z принципе приемлемо главное высокие значения не подавать если мы вниз минусовые координаты будем да он просто сместит волну в другую сторону ну вот так вот как видите да можно использовать и такие вот виды материалов если мы запустим отсюда и посмотрим шейдеры и как видите у нас все отлично нету никаких красных материалов ну вот кроме вот этих получается деревьев лак отличный зеленый никаких проблем нету а на этом все до скорой встречи всем пока